Всем привет ребята, с вами я, Майкл Майнкрафтер, и сегодня мы поговорим с вами о довольно важной и актуальной теме в сфере серверов Майнкрафт. Сейчас большое количество людей создают свой сервер Майнкрафт, и 90% этих серверов закрываются через короткое время после открытия. В этом видео мы обсудим эту тему и решим, как избежать быстрого закрытия вашего сервера и как добиться успеха вашему проекту. Ну а ты не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал, а также вступить в мой официальный дискорд-сообщество, либо в телеграм-канал. Ну а мы будем приступать. Сейчас уже 2024 год, и уже существует очень много разных серверов на разной тематикой. И именно это, а именно огромная конкуренция, создает большие трудности новым молодым серверам стать известными и продвигаться дальше. Особенно серверы-гиганты с онлайном в тысячи игроков просто давят растущие проекты, и таким образом новые серверы очень быстро закрываются. Ну что же можно сделать? Самое первое, ваш сервер должен быть уникален. На вашем проекте должно быть то, чего нет на других серверах-гигантах. То, что могло бы переманить игроков на ваш сервер. Ну и конечно же, без рекламы вы тоже далеко не уйдете, так как людям нужно знать о вашем сервере. Не обязательно покупать рекламу у блогеров или у кого-то еще. Вы можете простым, а главное бесплатным способом пиарить свой проект. Как вариант, это снимать короткие видео в TikTok, либо в YouTube Shorts. Вы заодно и дадите людям знать о существовании вашего сервера, и наберете себе подписчиков для подальших видео. И вы даже сможете продавать рекламу другим серверам на вашем канале, тем самым получая дополнительный доход. А как раз этот дополнительный доход вы можете потратить, например, на покупку более хорошего оборудования для вашего хостинга, либо для покупки каких-нибудь интересных плагинов, которые добавят кучу интерактива и функционала в вашем сервере Minecraft. Как я уже сказал раньше, чтобы добиться успеха при создании вашего сервера, вам нужно придумать уникальные фичи на вашем проекте. Но где же взять те уникальные идеи и фичи? Тут для каждого будет по-разному. Например, вы можете перенести интересные идеи из другой игры на свой сервер Minecraft. Вот конкретный пример. Из игры Fortnite можно взять режим Королевская битва, либо любой другой режим, и перенести его на свой проект. Это можно осуществить с помощью разных плагинов. Вы можете добавить плагина AirDrop, это тот же BairDrop и тому подобные плагины. Настроить антирелок и все остальные параметры под данный режим. Также можно придумать идею и самому, опираясь на уже существующие плюшки с других серверов. К слову, вы можете взять интересную идею, доработать ее, усовершенствовать и реализовать на вашем сервере. Ну а теперь давайте мы создадим конкретный пример продвижения вашего сервера Minecraft. Для начала вы можете купить какой-то недорогой хостинг с небольшим количеством оператива и вообще с не супер самыми лучшими характеристиками вашего тарифа. И что делать дальше? Для начала вы создаете, например, один режим. Пусть это будет выживание. Туда вы добавляете интересные плюшки, уникальные. О этом я уже говорил ранее. И после того, как вы подобавляли разного интерактива, только уже в самом конце, когда у вас продумана полностью вся игра, добавляйте донат привилегии. Потому что донат не должен быть основой вашего сервера. Иначе ваш сервер очень быстро превратится в самую обыкновенную донат-помойку. А кстати, о донат-помойках я уже говорил ранее в своем видеоролике. Также, что хочу сказать вам про донат. Донат должен быть на вашем сервере умерен. То есть, чтобы не было такого, что без доната игрок не сможет чего-то там достичь. Пусть будет так, что, например, чтобы игроку получить какую-то интересную фичку, ему нужно потратить, ну там, например, чуть больше времени, чем нужно это сделать донатеру. Например, чтобы получить какую-то награду в том же боевом пропуске, вы можете сделать так, чтобы обычный игрок на получение этой награды тратил, например, там, несколько дней, чтобы он развивался долго, вот так вот и все получил в итоге эту награду. А донатер пусть это сможет сделать, например, за час. И тогда, тем самым, донат ускорит игровой процесс, если игрок не хочет долго тратить на это время. Ну и тем самым не будет создавать дисбаланс на вашем сервере. Также лично, вот мое мнение, я хочу сказать то, что лучше все же донатерам не добавлять возможности команды мутить, банить, либо кикать игроков. Для этого лучше найти модеров, хелперов, либо став, либо ваших зам админов и так далее. Лично я считаю, что это будет создавать очень сильно дисбаланс, и то, что просто даже если вы создадите какие-то ограничения, все же это убирает какую-либо роль модераторов и хелперов на сервере. Конечно же, они могут это все делать, но, так сказать, их заменяет хелпер. Поэтому лично я считаю, что добавлять модераторские и админские команды в привилегии, пусть даже и самые дорогие, не самая лучшая идея. После того, как ваш сервер полностью уже продуман, создан все настроено, интерактив и разные интересные фичи на сервере есть, все у вас продумано, тогда уже начинайте рекламировать ваш сервер. Понятное дело, его нужно опубликовать, но хостинг у нас уже есть, мы это сказали ранее. Теперь вы можете начать, например, снимать шортсы. Вот если вы в ютуб-сфере, то начинайте снимать шортсы. Вы можете рекламировать сервер какими-то интересными, смешными видео, либо какими-то, не знаю, там сюжетами, либо какими-то еще разными видео на тему вашего сервера. Вы можете снимать, например, с вашим другом, то есть какой-то, например, интересный там мем создать, там видео, что-то вы там сделали, что-то там случилось, ха-ха-ха, смешно-смешно. И просто с другом создать такое смешное короткое видео в Shorts, либо в TikTok, и в описании, либо в названии видео указать свой сервер. То есть заходите на сервер Goldmine, ссылка в описании, получите какой-то халявный, например, небольшой бонус. Но опять же, этот бонус не должен быть сильно дисбалансным, чтобы просто новички прям не испортили весь геймплей на вашем сервере. Просто такой приятный бонус для старта, что не помешает игре, что не будет создавать дисбаланс и что будет создавать интерес игрокам заходить на ваш сервер. Тем самым потихоньку-потихоньку вы будете развивать свой проект, на вашем сервере наконец-то появится хороший онлайн. Вы можете также создать, например, систему реферальных ссылок. То есть если вы пригласите там друга, получите, например, там 10 монет, например, донатных монет, в которых игрок что-то сможет купить в том же донатном магазине. То есть система реферальных приглашений, чтобы игроку было выгодно приглашать своих друзей, либо знакомых, либо пиарить где-нибудь еще ваш проект. И чтобы он понимал, что это будет вознаграждено. То есть он получит там 10 монет, купит за них там какой-то меч там или зельку и так далее. Тем самым там пойдет на попу и арену, получит себе там, я не знаю, какие-то ресурсы. И ему это будет создавать интерес играть на вашем проекте. Ну а теперь представим такую ситуацию, что ваш сервер залетел, полетел хороший онлайн, у вас есть хорошая прибыль, у вас хорошие просмотры в YouTube. Как я уже сказал ранее, вы можете пиарить, например, какие-то, я не знаю, или сервисы, или другие серверы, либо там что-нибудь еще, либо канал в середине, например, ваших видеороликов Shorts. И тем самым вы будете получать дополнительный доход помимо покупки привилегий на вашем сервере. Это доход, что можно с ним делать. Понятное дело, вы можете отложить себе какую-то часть в карман, тут уже как бы как вы хотите. Ну и также можно докупить какое-то дополнительное оборудование для вашего хостинга. Это может быть либо получше тариф, например, побольше выделить оперативы для вашего сервера. Это может быть, например, купить там тариф с какими-то там еще прикольными серверами. Это вы можете открыть, например, второй сервер выживания. То есть у вас будет хаб, это можно сделать на Velocity, либо на BungeCord, для этого же как вы захотите. Вы можете открыть, например, хаб первого выживания, там второй, там гриф пусть будет, и третья анархия, четвертый, там не знаю, какой-нибудь Bedwars. В принципе, тут разницы особо не имеет, какой я сейчас приведу пример. То есть вы будете делать инвестицию в ваш сервер Майнкрафт, вы будете его развивать, тем самым у вас, если больше серверов, естественно, вы сможете на свой сервер пригласить больше игроков. А больше игроков это, в свою очередь, больше потенциальных людей, больше процент людей, которым может купить у вас какую-то привилегию. И, как бы, понятно, что это будет дополнительная прибыль для усовершенствования и продвижения вашего сервера дальше. Ну и самой главной задачей после того, как вы раскрутите, успешно раскрутите свой сервер, это, я считаю, будет сохранить интерес игроков играть на вашем проекте. Потому что потерять этот интерес очень-очень просто. Я играл на многих проектах, некоторые из них были приватными, некоторые были просто открытыми серверами, на некоторых я был на посте ютуберки и на разных еще разных должностях. Что хочу сказать? Как только вы просто забьете болт на нововведения, на какие-то ивенты, на какой-то интерактив, на какие-то нововведения в целом на сервере, то у новичков, понятное дело, какое-то время будет интересно играть на вашем сервере, потому что они еще не все исследовали. Но вот на личном примере я играл на одном из серверов, как только я все награды, все квесты, все это, все дело, все прошел, все повидал, банально мне стало скучно играть на проекте, поэтому я пришел на другой сервер играть, уже на приватный сервер. Вот, поэтому вам у игроков, именно старичков так званых, сразу пропадет интерес играть, то есть нет ничего нового, нет смысла заходить на сервер, там он построил магазин, он там построил базы, там создал кланы, все, то есть ему просто уже нечего делать на сервере, поэтому он зайдет, например, на какой-то другой сервер, там начнет развиваться, тем самым у вас онлайн на сервере будет падать. Поэтому помните самое главное, вы всегда должны делать какие-то нововведения, чтобы игрокам, которые уже все прошли на сервере, не было скучно играть, то есть вы можете, например, даже в тех же квестах, вы можете сделать квесты на пвп той же арене, то есть, например, убей там 10 игроков, получишь там 100 монет каких-то донатных, значит, игроку нужно будет убивать этих игроков на пвп арене, то есть нужно где-то взять игроков, а игроков это онлайн, если, например, у вас по какое-то время все равно будет маленький онлайн, то этот игрок, скорее всего, пригласит своего друга, который будет тоже там, например, играть с ним на пвп и арене, они там друг друга по 10 раз поубивают, получат награунд, то есть вам это живые игроки на сервере, что очень хорошо для каждого сервера Майнкрафт. Итак, дальше, 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 какие-то квесты вы ему еще можете понапридумывать, и желательно этих много квестов, чтобы игрокам просто не было скучно играть после того, как они все пройдут. Это помните всегда, когда создаете свой проект. Ну и, в принципе, на этом все. В этом видео я коротко вам рассказал о том, как создать хороший сервер, чтобы он хорошо продвигался, чтобы он залетел и был у вас хороший онлайн. Помните, что именно то, как залетит ваш сервер, это зависит только от вас, именно то, как вы уделяете серверу своему вниманию. Ну а с вами был я, Майкл Майнкрафтер, всем спасибо за просмотр и всем пока!